Всем привет! Добро пожаловать в лабораторию настольных игр профессора Фигуса. Сегодня стрим неожиданно внезапно погаснущим солнышком. И эти прекрасные, замечательные, восхитительные персонажи сейчас расскажут всё-всё-всё, как они в этой чудесной и абсолютно не дримдарковой вселенной докатились до того, кем они стали. Камера, почему-то бы можно на них посмотреть поближе. Как они хороши. Начнём с данных кокошников. Я сегодня мадама. Всем привет! И сегодня я в образе прекраснейшей, просто ослепительной леди Элизабет Декадес. Эта девочка, как лучик солнца, как звёздочка, выросла во дворце, как избранный ребёночек, поцелованный Богом, Господи, для великой судьбы, рос в роскоши, ни в чём не нуждался, воспитывался лучшими учителями. В общем, она вся такая красивенькая, умненькая, успела послужить на службе императора, естественно, посвящена в рыцаре, сейчас в звании баронессы, на минуточку, вообще-то это вам не это. Ну, так вообще любит поспать, попить, у неё трое рабов, один из них из ненавистной мне семьи Хоквуд, я над ним люблю поиздеваться. Собрался же император, тоже Хоквуд. Да-да-да, как истинный представитель своего дома-дома, великого дома-токадос. Я верю в то, что справедливость, тайно верю, что справедливость, оговорочка важная очень, восторжествует, и наш глава семьи Николай, наконец-то станет императором, заслуженно станет. Не то, что эти паршицы. Вообще-то, да, и все мы будем снова просветать. Так, что забыла сказать? Забыла сказать, что у меня ещё есть корабль, называется «Пламя знания», где, собственно, мои три гаврика и суетятся. Дипломат, Нобель, псионик, читаю мысли, подчиняю эмоции. Приветствую вас, я Деметриус, и я леготоколит. Который в данный момент служит исповедником при леди Элизабет. Ха-ха-ха, сочувствие. Фравмированный человек психологически. Да. Я служу в ордене боевых братьев. Так что, да, я брат битвы, и случилось так, что на стигмате произошло то, что я убежал от своих братьев, и за это меня переставили к леди Элизабет, её исповедником. Это ужасный грех, и я за него несу кару. Это ужасно и... Ужасно. Других слов для этого нету. Ужасная карада. Ну, это по-любому поможет не искупить свои грехи. Да, мы с черепом на голове. Здравствуйте все, моё имя Наджеда Хаким, и я, скажем так, являюсь менеджером по подбору персонал, если вы понимаете, о чём я. Я сержант гильдии цепей. Некоторые сознательные, несознательные, в общем, любые граждане и неграждане нашей империи называют нашу гильдию гильдии работорговцев. Скажем так, рабами мы тоже торгуем. Я помогаю прекраснейшей леди Элизабет Декадосу, поставляю ей первосортный товар самых лучших людей, потому что наша прекрасная леди достойна самого лучшего, конечно. Вот да, я вам скажу, это именно она подогнала мне фрика, как его там, господи, отроди этой семьи хокводовского. Да-да-да, и мы на этом подружились, она смогла это сделать. Много кто брался, только она достала. Я умею сладко говорить и больно стрелять. Впечный футболист. Я Григорий Табронравов, я личный, к сожалению, медик нашей прекрасной баронессы. Единственный из них, кто закончил академию, ученый, джентльмен. К сожалению, мне приходится лечить все, что она калечит. И иногда ее лечить. Ты говоришь, как бы ты личный генерков, он же обыхан, ты честно. Я верю, что связь с баронессой поможет мне стать главой гильдии медиков. Просто баронесса далеко не праведник, и это еще одна травмированная личность вашей компании. Я вижу все, что ты делаешь с рабами баронессы. Я лечу их. Ну да. Надеюсь на то, что баронессы не слышу то, что ты сейчас говоришь. Я знаю настолько много, что мне можно. В общем, история у вас начинается следующим образом. Адмирал имперского флота, который базируется в системе стигмата, призывал вас к себе для, скажем так, экстренной помощи. Поскольку у нас в партии аж два рыцаря и один, я пытаюсь вспомнить, ты же была с когортами, да? Я с когортой. Ты была с когортами, да. То есть все призванные слуги императора, то в общем-то варианта избежать этого квеста у вас нет. И он вас пригласил к себе. Это очередное стрелюбимое тобой Хоккуду Скайтроди. Да, да. Дориан Хоккуд его зовут, лорд-адмирал, правитель кучи планет, гвинета, еще какое-то, в общем, много всего. И известил он вас о следующем. Естественно, лично с вами общаться ему зашкварит, поэтому, используя систему связи, классический Хоккуд, надраенный мундир, Хоккуду Скайлевы, там все вот эти золотые аксельбанты, шнурочки, палеты свисают, ну, адмирал такой в городах, истребиный клюв такой вместо носа. Кстати, о чем умолчал наш специалист по работорговле, это то, что у нее чуть больше голова, чем у всех, вместо одного глаза, такой монокль с тремя вращающимися линзами. Ну, потому что она симплант поставила. Это мой маленький дамский секрет. Который видят абсолютно все. Трюл повязку на глаз. Да. Он говорит вам следующее. Возникла определенная ситуация, требующая вашего немедленного вмешательства после того, что вы ближайшее судно, то я рассчитываю на вас, леди Элизабет. Ты видишь, он прям, sorry, леди Элизабет Эдикадос, просто прям как... Эдикадос. Вы слышите, на хозяйство мыла обмазали горчицей, перцем и положили под язык, и оставили прожевать. Еще там соусом чем-нибудь, табаско обмазали, перчики вот эти вот там, выпрыгивали, халапейни просто. Эдикадос. Вам надлежит отправиться к космической станции под названием Развалина, которая базируется возле Луны Иблис, и выяснить причину невыхождения на связь имперского рейдера под названием Флагоносный. Дальше вы должны будете расследовать, почему станция не передала никакой информации в этот рейдер, и что там вообще происходит, и придут вам координаты. Поскольку многие зрители не в курсе, и сеттинг гаснущий солнце, скажем так, для многих загад, несмотря на его популярность в местах не столь отдаленного за бугром, стигмата – это планета, которая находится в войне между людьми и симбиотами. Симбиот – это возьмите нечто и спрестите с человеком. Это вот они. Они хотят всех влить в свою биомассу, развить. Причем в их появлении виноваты люди. Точнее, люди псионики, но мы огромным с ним не будем сейчас. Соответственно, вот в эту чудесную систему вы прибыли. Это, по сути, граница с мега-врагом. И вам предоправится не пойми куда, а по сути на территорию симбиотов, и весело там поприключаться. Координаты высылаю. Конец. Да хранит вас свет императора. И отключается очень быстро. Хотел сказать радость служить императору. Взаимно. Причувствуете? Там твой корабль, соответственно, Кутин, дядечка. Зовут его Мари. Мари. Да. Мари Дельхард. Людмэм, получаю координаты. Он такая высушенная в облах. Служит дому Декадус уже где-то примерно сотню с лишним лет. Ветеран императорских воин. То есть, такая матерая космическая колбасина, получаю координаты немедленно. Хочу обратить ваше внимание. Он достаточно ловко управляется думающей машиной, нажимая на священные руны и пробуждает в жизни древние механизмы. И ты видишь, вспыхивают гаографические карты, изображения. И он говорит, что маршрут, предлагаемый нам лордом Дерианом далек от оптимального, я хотел бы использовать свои познания, чтобы стеректировать его и избежать потенциальных скоплений облаков паразитов. Ах, Марий, ну конечно я тебе верю. По-любому этот отродец собиралась нас загнать в какую-то дыру, чтобы мы по дороге даже не добрались до него, я не знаю. Он когда-нибудь нас сведет со свету, честное слово. Марий, ну скажи, что там за станция, что там за система? Их сейчас связываю с думающими машинами, но у меня недостаточно информации. У нас топлива-то хватит вообще. Должно хватить, я уверен, мы сможем перезаправить всего через ГАЛО ближайшие системы. Ну действуй, действуй. Очень хорошо Миледи приступает. Ну то, что он немного роботизировался за последние лет 60, поэтому клинит его знатно. Возвращаюсь в работе. Ну и там, кто у тебя, господи? А, Рик ему помогает точно. Ага. Соответственно, вычисления. Ты извещаешь своих миньонов? Я как раз хочу просить. Ну у вас обычный рейдер, то есть по сути это пиратская работа. Ты не бредишь пират в том случае, если есть какая-то беззащитная цель или что-то такое, сам бог и папенька Николай завещали перейти в наступление молниеносной брать на абордаж и все такое. Они не со мной на мостике были. Нет, конечно, мост слишком маленький, чтобы себе набиться. Плюс это приватная информация. Поэтому. Скорее всего я тоже там не находился, я пришла только на вызов, чтобы ответить. Потому что, извините меня, конечно, это такая скукота там сидит. Все, что ты делаешь, сидишь, пыришься, они жмакают на кнопки и что-то. Писк, писк. Это не Star Trek, где ты сидишь и типа портовные торпеды. И сидишь в целый день думаешь, почему они по ним жахнутся, портовные торпедами или сразу ядерками. Живую дилемму пятого тысячелетия. Иду по коридорам. Корабля. Где же они все? Гриша! Где все? Почему я всех ищу? Что ты тупая? Дай я на льду их, миледи. Я тебя заливу. Где это ты делаешь, брат? Брат! Прихвати пенсасов или что у тебя там заныканые, я знаю, в дальней тумбочке. Башка болит. Гриша! Я тут иногда наблюнул. Достаю вино. Не видно, не видно. Братец Демиан! Брат мой! Ты, конечно, в келье молишься. Будучи приличным, был он. Естественно. Я замаливаю свои грехи. Брат Демиан, наша леди Баронесса требует... Просто в лучших традициях образованного человека он вваливается в твою часовню. Ну, короче, это, по сути, большой отсек молельня. Корабль и так, достаточно тесный. Большая часть пространства занят двигателем и всяким барахлом. Ну, естественно, оружие там, это... И места живого там не так много там. А всё остальное заняла леди Декадос. У неё там и сауны, и термы всякие, всё как надо. И кровать с балдахинами. Платье мужем простое. Что-то около 20 метров. Должно додушать, да. И то тебе тесно постоянно. Я ненавижу эту жестяную коробку. И снимогаешь эту капсулу смерти. Утомляет тебя. Душа просит праздника. Значит, будет тебе праздник. Брат Демиан. Брат Демиан. Брат Демиан. Брат Демиан. Ну слава господа, я ухожу. Тебе точно зафакай фили молитву, да? Где может быть эта контрабандистка? Склад. Я иду на склад. Ты на складе? Нет, я рабов воспитываю. На складе? Занято. Конечно. Ну, в принципе, да, склад. Или на складе, или в рабских покоях леди Декадос. На самом модуль, по-моему, у кого-то есть коммуникатор. У тебя есть коммуникатор? Да. У меня нет коммуникатора. Ты мне не говори, по крайней мере. Есть. Только мне нет. Единственное, кому не нужен коммуникатор. Не всегда рядом. К тебе он в голове, кстати. Как что-то мне это называли. Блин, еще имя такое. Ты собираешь в своих покоях в лестевом зале слэш-командная комната? Угу. Похуй, блядь. Наджета, где ты? Ну, где у нас общее место сбора, там, покушать, посидеть, подождать? Алёва, ты их и в ванной можешь принять, и в туалете? Нет, 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 нет. Я хотел, что мы достаточно были сладокровны, чтобы ты боролся при них. Ну, что я там не видел? Право слово. Это все твои мнения. Наджета, ты вообще-то офис. Я социально дезориентированный. У меня нет передатчика. У тебя он в голове. У тебя же компьютер там? Да, кстати, в компьютере есть. У тебя он есть. Я связываю с тобой. Где ты? Варнес нас ждет. Быстрее давай. Да, что? Поспитываю этого утырка. Он разлил вино. Она у него в руках. Ее вино? Только не надо сейчас разбить его по левой почке. Меня достал ее личинь. Если ты ее еще раз поломаешь, я твою почку достану. Пошли быстрее. Они оборзели ты сейчас? Оборзел. Но я нужен варнес, поэтому я борзею. Пошли быстрее. Нас зовут. Слушай, слушай, брось ты мне, пожалуйста, свой кал. Я? Ну, нет. Балансируешь матерого торговца. Бросай до двадцати. Как хорошо, что я через связь это делаю. Бросай мне до двадцати. До двадцати. Пятнадцати. Какой у тебя кал? Пойдем. Ну, ты понимаешь, что, в общем-то, предел вашего дружеского общения закончен с ним. Нужно пойти и выбить из него абсолютно все содержимое его организма. Где ты сейчас находишься, говоришь? Рядом с баронессой. Где баронесса у вас всех собрать? Как сам он в комфортно? У тебя каюта. Смотри, у тебя большая каюта. Вот это вот. Мне ты всех собираешь обычно. В гостиной. Ну да, в гостиной. А мой компьютер может понять, где он находится? Ты же техник, бросай. Да, отлично. Ну, что я бросаю? Техника плюс техридемшн. Техридемшн. Техридемшн твой, да. Это рудиментарный бросок, поэтому плюс четыре. Крутят. Так, у меня выпал девять. Техридемшн прокрутят. Это что, механическая починка или просто починка? Починная наука. Это механическая. Механическая четыре, тех четыре. Плюс четыре, двенадцать. Девять. Девять. Ты проходишь тест. И ты засекаешь его в коридоре. Отлично. Вперед. Пойду-ка я к баронессе. Дверь открывается, на встрече у тебя выходит. Я могу его дверью прихлопнуть? Потом ты ему просто порож полком даешь. У тебя есть венели или хватит? Венели. Как тебе венели? Так. Может, она хотела сделать типа... Ой, я ей нечаянно и тебе не заметила. Как можно? Зависит число успеха. Два. Я имею ввиду дверью можно сделать, как несчастный случай. А она у тебя автоматическая. Ага. Не настолько... Два. Два. У тебя файт? Нет. Смотрите, в «Гастущий солнце» твой навык и есть твоя инициатива. Если они у вас поминуты, добавляется модификатор от статов. И так или поздно, пока нету. Ты первый ходишь, а потом спрос даешь по лицу. Да. У тебя есть файт. Ты бросаешь до двадцати. Так, ну файта у меня нет, у меня мили только. А до ста четыре. У тебя какой дирстелити? Третий. Двадцать. 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 А просто молча тебе в зубы заряжает кулаком. Без всяких там разговоров. Соответственно, получилось ты ничего не выкинул. У тебя три успеха. Один кубик кулака. Сколько тебе силы? Четыре. Четыре силы. Четыре кубика. Плюс один. Пять кубиков. Пять до шесть ты бросаешь уран. 4 6 6 4 считается отлично нормально 3 4 21 5 успехов не успешно 15 нас 4 11 минус 6 минус 6 до на 5 хипоп она тебе зубу дала бум ты тебя могучий удар прокидывать на землю ты падаешь я не знаю что ты комментируешь свою с кем говорю вообще уверен что со мной кажется у меня нет зуба у тебя нет мозга придурок я это запомню была за баронесса ты освобождаешься схватываешь своими подданными а не у меня это дело нет запомнила мозг заходил в твои апартаменты ты уже была в апартаментах а на дрессе рома у твоих рабов лучших традициях ты соответствовал покидорми коктину массу он подходит двери вылетает кулак и он падает он был недостаточно смиренным брат на джеда вообще нормальная ровная девчонка мы любим с ней отдохнуть если она это сделала и хорошо знаю и все-таки господь канал неверного я хорошо все сначала бьются у но только потом плачутся когда брат дойдет на нас легче ах святой брат деметриус и подбежать к нему благословить собственно это и происходит я знаю что он меня может покарать он станет заориентирован вообще не понимаете что происходит что благословите меня у нас впереди серьезное путешествие как же я без того что благословение с самого утра пусть господь ведет вас пусть он направит ваши стопы по пути верному и да пусть разум вас будет чисто от помыслов грешных а он просто уплыл встаю с колен потому что вечно меня туда по молитвам гоняет иди там посиди иди на гору иди всем полетит надо быть аккуратно я же дипломат нужно действовать сразу до того да 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 иди на опережание да вы очень надо перевязать разбитое лицо вашего а сейчас там медик ну я могу так да ладно я сам давай не пожалуй эти меня суп ты верзла и шли не учить знать выучили и вылечили как фрика мне приходит со сломанным пальцем в трех местах и говорит что ты его вылечила пожалуй я сам я не просто ступил димитриус у меня шаловливые мысли может быть эти ребята играют друг с другом так ну что ж кстати ваше вино ты видишь у него разбитую пуба и распухает что у тебя получилось два виталия осталось один очень плохо все вловил кто-то о боже кто же это влогнуть ты знаешь все конечно я вроде бы в курсе очень плотно вловил а скажи мне пожалуйста у нас среди ребят на корабле есть кто-нибудь кто мог бы помочь по-любому ему кто-нибудь прислужит у тебя есть и лимитер да ты знаешь что она помоляет остальные не настолько хорошо я лучше сам этим займусь леди прошу прощения я отойду в свою каморочку подъючусь а то знаете упал леди призвала вас и вы должны находиться здесь теплевую кровь к сожалению я не в том положении боюсь заболевать кровью прекрасные апартаменты ваши у тебя есть только не мои калурья да короче я к тебе потом зайду иди почему-то можно следить и ее вылечить и просто она может вылечить его отдаю в приказ пусть идет что зачем перебивать я не понимаю у нас дело состоялось уже я пошел лучше сам переминтуюсь эти канаврузы я на него найду потом не просто называть ты можешь камаловаться этой ситуацией меня все устраивает саша он закапал крови в мои персидские ковры зато куда вообще мне даже смотреть на это противно тебе бросни исправить если у тебя будет вид с плюс ремиди ну лечение ну тринадцать ну и плюс из-за косаря этот медпакет шесть вау суда бросать ну на тексике же которые да да пафосный элитный на себя трачу да ну во первых вылечил себе два уровня виталий сразу старый бы ты вылечил один так ты лечишь обычно два лечат за крит но эта штука помогает тебе лечиться эффективнее и ты обклевываешь себе обклеишь зубы выбитые зубы сломанными руками так с тобой пока все это происходит связался с тобой капитан угу маншот построен угу приготовьтесь к прыжку угу геречки пыли просто поэтому получается очень жесткое ускорение столы падают выпадаете все катится крики из-за гонщика твоего рабского доносится ну потом выложите на курс и корабль методично шпилит прогрызает тему пространства все дальше и дальше удаляетесь от ласкающего взгляда фиолетово-синего света пространственных врат в которых вы перемещаетесь и все больше и глубже в зловещую и беспардонную тьму космоса которая вас не ожидает ничего кроме элиссенциальных ужасов кошмаров и всякого трындеца не леди мы решили с ветерком прокатиться так помните это ради того чтобы стать главой гильдии ради этого ради потом я их всех убью просто всех одна капелька все умрут сразу ради головы саш я включу с ним передачу чтобы он тоже просто слышал пока он там вы просто уведомили о том что училась трансляция на миледи послушай так пока там приводишься в порядок в общем утериан хокфудс выходил на связь и отправил нас на станцию развалина это луна иблис рядом неподалеку там от стигматы о господи про адсиметриус я не знаю я чувствую он хочет нас погубить он он даже вот понимаешь он даже вот рычит когда произносит священное имя дома нашего декадос мысли в слухе декадос это же звуки музыки а не декадос можно рычать произносить название вашего дома саша я пока вырубаю если что микрофон ну так вот там какой-то импирский корабль застрял не выходит на связь ни станция ни корабль я вот больше чем уверена это наверняка были пираты и он шлет нас туда чтобы мы там нашли свою погибель но мы не можем я бы опасался что это не пираты а симбионты господи прости что ты говоришь такое миледи а к сожалению я прав с нашим прекрасным братом я понял что там будут симбионты мы как раз на границе с ними где мои слуги где вино а почему ты сходи на бокала они прикованные же ты их освобождаешь от коматик миледи конечно такой серьезный разговор мы сидим за пустым столом и как прибегают живо миледи недовольна короче фрик это тот самый чувак в пружином костюме с шариковым кляпом во рту кто там у тебя брик брик фрик я имею ввиду остался в кокпите он типа пилоты помогали да остался брик а брик это я тут просто недавно листал в старой ролейбуке вархаммера и вот там есть штадианская стража личная охрана императора это мужики в трусах и такие бичемучи короче говоря вот он что то вроде этого и каким-то там диким прическами на голове шлемы там вычурные прочее то есть ты его в мир своей больной фантазии декорировала там странзы кольца в разных местах там все такое больше не до 20 до 20 perception плюс витс о боже мой нет это просто сложность твоя и еще плюс 4 а господи плюс абсерд чего да конечно 7 выкинул 16 оу нет всем доволен прекрасно они показывают тебе какие-то балетные па там эти ужинки и ты наслаждаешься прекрасной работой леди джена господи хакимовый над же да хаким хакимов звучит веселее да вот они все значит мне опять кидать накал в мастер не сражение если кидишь накал против дм ты познаешь адские петельные муки но да они быстро просто мечут на стол приносит твой любимый барбулятор и прочие аксессуары коленечко меняют лесу на твое любимое магнитное с этими короче, оно магнитное и вот эта водяная кровать и вместо воды там внутри какая-то масса набитой личинками типа пиявок, я тебя покалываю и закатываю в тебя всевозможные стимуляторы ты сразу сфокусировала давайте, готовы обрабатывать информацию что скажете друзья мои у тебя есть думающая машина в принципе может подключиться и начать какие-то данные выводить не забывайте, что здесь вычурная роскошь, там везде золото мрамор, статуи с артусом у Леди Киркандес полный вперед поэтому вы можете видеть там мишанину абсолютно потому что она всегда впереди там что-то типа Венеры которые закрыли груди но приделали вот такой вот Леди лично декорировала да я так вижу по спирали запретных удовольствий медленно верно несется в самые глубины да, но однако вот этот стол обеден это до кучи еще и супер навороченная думающая машина, компьютер и все такое ну подумаем вместе чтобы зритель понимал Леди Элизабет это что-то типа Дуриан Игры я думаю расстроен то вы персонал потому что намекаем потому что я надеюсь будет ваншотом на что-то мне подсказывать что похоже нет приключения этой партии слишком хороши чтобы их убивать в один заход хотя посмотрим ну что ж в общем у вас появляются данные по вот этой развалине громкое красивое название по сути это что-то типа блокпоста станции формально она закрывает дальние рубежи типа обычного материального пространства также она находится в этой системе там планеты Иблис еще куча мелких планет что еще интересного да ничего интересного и в общем обычно имперский флот ссылает туда тех кто слишком оценен чтобы его выгнать но при этом зло сдавое сердце вон Наджида а ты ничего не слышала об этой станции может быть что-то криминальное там происходило давайте спросим у тебя есть общее знание у тебя есть вид отлично так выкинул 7 вид 5 знание ну сущим кучу там еще плюс 4 вид 5 ну ты совершенно точно знаешь как минимум одного чувака на этой станции это лейтенанта Джеймса Джеймсона Винтера 3 в общем если вам нужно что-то достать это человек к которому надо обращаться он решит все ваши проблемы и по случайному стечению обстоятельств там служит твой бывший наставник и работает квартермейстером его зовут Эрик Фолк но самое интересное в этой истории это его прозвище Липкие пальчики скажем так ни один ни одна тысяча фаербердов археотек там древний тек всякий там сенотек и прочий прошел через его лап и растворился в закате я училась лучше поэтому он да поэтому когда-нибудь он он выберется и всем покажет у вас есть общие данные этой станции они буквально по угодичной давности вы узнаете о том что возглавляет ее некий капитан Яник Гульченков и вы приятно удивлены глядя на его личное дело человек впечатляющий герой что он делает в этой дыре причем нет ни одного объяснения почему он здесь оказался более того последние данные о нем это его рапорт о переводе который удовлетворили он просил перевести его на стигмату его перевели на стигмату просто иногда тебя переводят не совсем туда куда ты хочешь быть переведен ты хочешь перевести себя в боевые действия например чтобы получить там ордена медали а попадаешь в ту же систему но на окраину где ты до конца жизни за пьяными шахтерами наблюдаешь что-то вроде этого случилось и здесь то есть возмундс там абсолютный герой там тоже ветеран Гоэнс и все такое просто непрекрасно саш я хочу прикинуть знающих машин если там пресс была связана статья с ним может быть он как-то что-то высказал неприятное в сторону императора или декадос декадос но главное могу сказать я так тоже думаю отрубили электричество и может быть еретики это сделали я к тому что может быть ее друзья это уже не ее друзья ну тут все просто беремся узнаем не будем не будем думать о плохом давайте лучше выпьем я понимаю что на это время уже несколько раз и выпили и закусили да пить это тем более эти парни они не с простых знаете ли я верю всей душой что все будет в порядке мы справимся кстати можешь тоже бросить мне еще разочек на своих друзьяшечек двадцать все вспоминаешь ты вспоминаешь нет вообще ничего не помнишь просто пустота в голове с ней бывает такое у нее в голове ждал мозга и ты это знаешь прекрасно одно взаимодействие с другим то что потеряла все воспоминания все знакомые персонажи не у меня на станции на станции нет поэтому теперь вы не знаете кто ее друзья и ты забыл про всех любых мальчиках и прочее саш пока есть время я хочу скачать статьи про этих симбиотов такие есть мельцинские конечно скачать статьи это как папирус вставил его в думающую машину сказал симбиоты у меня же есть доступ к архивам академии не и это было существо паразитирующее оно хотел их просто захавать но так получилось что они были псиониками и по сути люди подарили ему псионические способности то есть если вы смотрели нечто представьте что нечто еще и псионик то есть это гигантский мир мост который хочет в себя все влить при этом он адаптирует людей биомассу под свои фантазии жуткие чудовища уже четыре мира потеряно и стигматы это последнее поле боя которое империя выигрывает только потому что он постоянно бомбит миры огненными бомбами единственный способ очистить скверну это сжечь ее там сидят все батальон стигматы это самые лучшие бойцы в империи потому что это люди отражающиеся симбиотами и все кто возвращаются немножко не в себя то есть в лучшем случае это просто безжизненные оболочки пустых людей то есть там постоянно псиоников это биооружие всевозможное они же все это используют какие-то псено артефакты это жуткий фарш ты смотришь на это и ты понимаешь что мы попали в одно из самых горячих мест империи да нет шучу самое горячее и вы находитесь где-то примерно в двенадцати парсеках от него правда вы удаляетесь но не забывайте пространство как бы трехмерное даже четырех если вдуматься поэтому они и маневрируют и отгибают но конечная цель более того многие флоты симбиотов они просто летят на обычный субсветовой короче здесь все пространство перемещение через ворота то есть из точки А в точку Б обычный перелет через линейное пространство длится очень долго но куда симбиотов спешить они только размножаются в процессе представьте себе не знаю самых похотливых обезьянок и посадите их на шаттл к концу полета их там будет миллионы это все летит к вам и в это все вы попали саш я вижу счастье какие-либо химикаты которые есть у меня и на корабле которые мне могут помочь нет бензин и поджечь я собственно 9 персонажей про огнеметки не шутил это единственное оружие которое верняк эффективно а щелочь может быть кислота какая-нибудь да нет ну так-то они умирают от пули умирают от всего умирают я слышу очень хорошо помогает коготь ворок против таких боеприпасов если бы они были бы у кого-то из вас напомни физически они что представляют себе все что угодно базовая модель человек а человек с рогами человек с тентаклями человек с двумя головами человек огромный человек не огромный человек змея у них как у вида нет базовой комплектации нет они перестраивают под себя они слились с человечеством и до сих пор непонятно где ну это червячки нет сами эти псалотлы изначально были простыми паразитами что-то типа бычьего сосальчика прицепляется и прочее но когда они столкнулись с этим псиониками то типа они короче они паразитировали на людях и получилось что они унаследовали и их память и их способности но не забывайте что эти экотеррористы были оппонентами империи поэтому возможно ненависть симбионтов к империи объясняется тем что эти террористы были антиимперские понимаете я же люди сложно понять где кончаются террористы начинают симбиоты и наоборот саш строение симбиотов они также подвержены это химическое действие как и человек то есть их можно округоверо глушить химикатами ну смотрите слушай там очень много разных видов каждый раз влепляются новые пустая диктация да я же говорю практика очень простая стреляем в него пока она перестает двигаться если он после этого еще ползет и двигается стреляет а теперь перестал стреляя ползти с аждли если после того что он ползет вызывает орбитальный удар 4 шага длительность а нет у них главных точек нет значит разных локаций ползать хи 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 вопросик можно благодарим а рейдер флагоносный мне чем-нибудь известен хороший вопрос убрать давай узнаем по моим интрибушечкам или может каких-то действиях участвовать может его туда тоже заслали единичка вау критический успех просто просто дайте две значит история следующая абсолютно точно знаешь этого товарища ты знаешь это трейдер ты знаешь это все во-первых флагоносный это нифига не имперский рейдер то есть это все жесточайшие обманы и налюбивого как говорится на самом деле это рейдер свободных торговцев то есть контрабандисты пираты всякое требие и прочее 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 вот этого товарища соответственно его зовут Роскак Рейвер вот это Роскак Рейвер Капитан да конечно Роско Роско Крейвер Крейвер напиши как хочешь неважно важно то что это контрабандисты типа вам доставляли всякие там вина наркотики там оружие экзотические всякие штуки и что он делал возле этой станции планеты это большой вопрос потому что эта станция планеты не славится ничем да кому он что привез ничего вообще такого нету то есть этот чувак который ну типа охотники с большой добычей скорее всего он кому-то что-то туда привез и что-то пошло не по плану или забрал что-то или приехал забрать что-то или что-то пошло не по плану абсолютно точно и почему его вдруг империя записала в свои ряды и выдает за имперский рейдер это вопрос то есть они же реально приписали его к стигматовскому флоту ну да да это ход по нему то есть там есть такие гигантские хартии кораблей где все корабли переписаны и написано кому они принадлежат то есть там известны каждая чиха ты прошла через врата а через сутки об этом будут знать на Бизантию М2 и все будет отмечено что там твой рейдер переместился туда-туда-то то есть каждая псина будет знать где ты и что ты здесь это и неожиданно и все знают что там дом де Каадос что там ты что там поднят флаг ну твоей династии условно говоря вот а это раз и он стал просто обычным рейдером флота рейдер флота вот такие безымянные хреновины они просто летают везде о господи я вспомнила верно говорят истина в вине на джеда этот флагоносный я думаю господи что такое флагоносный флагоносный вспомни давай вспоминает это же этот роско ты помнишь я тебе рассказывала наш главный пустовщик ты даже его знаешь да знаю прекрасно это роско прошу прощения милле что-то в голове мне стало пустое ненадолго совсем ты его знал тебе нужно в моей сауне отодвигать ты давно не отдыхала да милле вы мало того что прекрасный собой только еще и прекрасный человек брат димитриус этот человек но он не совсем этот роско он я бы называла его все-таки пират он плохой человек он помогает некоторым нуждающимся он пират зачем нападать на подданных империй ну почему тогда его обозначили как имперский корабль что он там делал почему он прикрывает ну как корабль имперский нам это сказал если что эти это можно использовать если вы понимаете о чем я я боюсь что это ловушка это все-таки ловушка я боюсь мы не успеем это использовать но зачем не можем пойти против службы императору мы должны явиться на задание нет явиться просто ну вот сможем ли мы выбраться оттуда что там происходит то есть вы сейчас подразумевали что мы не отправимся выполнять волю императора это не так подумали я к тому что возможно лорд адмирал что-то не договаривает это он же верный слуга императора да поэтому мы летим туда вот а пока у нас есть время всем сует помолиться и и не поспоришь на колени движет на опять это утомление своему лучше не берется как скажите святой брат да брат деметриус ну конечно же вы как всегда правы благословите нас святой брат защитить нас они все опускаются на колени молятся а ты молишься грешник через голосовую связь да я у себя это делаю он вам подпевает они же меня не видят видят а мы пьяненькие за любой кипиш вообще больше вижу я думаю никакое развлечение хорошо вы помолились вам стало вот абсолютно хорошо просто прекрасно ну что в сауны да очистил и тело и душу брат деметриус брат вы с нами ты уже был с него взгляд да ты ты да надо как бы наоборот их по хорошему отговорить бы от этих вот всех нерзостей если поговорить со святым братом о самом перед молитвой он сбежит и забудет про нее не сообразила пьяная была паранеса если вы не будете против я останусь и буду читать про этих симбиотов на всякий случай конечно конечно гришенька лечись лечись тебя никто не звал слышь это было больно и обидно плюс два хипа это мы потом посмотрим когда я буду ее лечить ой нет ноги ой нет руки леди элизабет возможно нас занесет на стигмату поэтому нужно сделать эти как их ну доктора их делают они берут иголку и вкрукают ее в тебя уколы да как их приват приват не при парке я не буду помогать что это не понимаешь что это как это называется сломался начинаем прививу да господи с этими идиотами я еду я сейчас на микрофон выключаю Наджида нам кто-нибудь поможет принять процедуру зарядочный улыбается берешь с вами бечимущий че стоим все для милетик усталый и несчастный и то этот гимф то есть фарик толкать твою любимую тележку с принадлежностями пошли у нас контент двенадцатый ну не будем не вакуумная помпа нибудь вам не ледят хорошо проводите время бедный фрик мне его потом еще лечить да все как обычно времени совсем мало остается до прибытия мне еще потом нужно новый наряд выбрать и эту прическу давайте поторопимся уже брат Деметрий я вас покинул помогите за вас полезно хотя бы иногда я могу им чем-то помочь хотя бы иногда побольше все это бесполезно ну ты поскольку ты любишь гламур и прочее то они у тебя не тревожного красного с черными мельсами а какие то и розовый блестящий они еще такие хлопушки но это же самое вызывает не панику а просто недоумение что это сигнал тревоги я хочу Марию вызвать капитана нашего кто то хочет похоже на нас атакует вижу изображение он столе появляется головой похоже у нас атакует неизвестированные суммы она отказывается отвечать на сигналы я прошу кого-то из вас занять место за турелями куда идти знаешь куда идти вашего корабля аж 4 лазерных турели изменяет у вас даже 5 лазерных турелей причем одна турель вращающаяся на корпусе корабля на носу боку и по сторонам кто куда самый козырный конечно на корпусе во все стороны не оставляли меня ты меня защитишь если что саш я начинаю собирать вещи и инструменты я если что готовлюсь чинить убитых людей кто первый сломается готовит операционную на свиста они не определяют себя что мы должны предпринять они напали на мериде убить их прихлопнуть их и все они открыли огонь опознавательных знаков никаких нет на корабле что опознавательных знаков никаких нет на корабле они приближаются как только что-то появится я тут же вас извещу защищайте нас защищайте капитан до последний потому что управление думающей машины ночью ты знаешь что твой рейдер думающая машина очень тупая сколько у нас тратить пять пять одну турель одна турель это защищу вас занята ты можешь пойти тоже пострелять здесь нету какого-то конкретного навыка у меня маникюр какая турель о чем вы говорите другой джойстике вонючий пот не может да у меня же есть капитана нашего корабля капитан а если будут какие-то проблемы с поломкой корабля скажите я прибегу и вычиню хоть как-то конечно конечно бросьте мне все кто сели на турели здесь скажите мне сколько будет декстерити ну ганнери у вас ни у кого нет конечно же поехали так а военное дело артиллерия поможет нет нет но был близко просто декстерити восемь и 6 на кубе совершенно просто беспордонно заряжаешь у него зверю вас всего что есть брось в нее 6 до 4 поэтому все будем просто мы говорим за успеха дополнительно 5 6 до 14 нет декса 4 4 у меня 16 16 ты весело нажимаешь на грошек неожиданно хорошо выстрел отлично выстрел 4 9 главный петербург не считать все будет хорошо 11 25 у тебя появляется пишу на мостик и у тебя появляется картинка судно корявая типа не взяли стандартный следователь типа исследователь это называется класс одиссея вот приварили рога к нему поставили огромную спаренную турель на него по бокам еще на морде нарисовали значит накрепить пасть разъянутой форме рейдеры конечно чертовы удроки скорее всего это они местные техно викинги пришли за вами капитан сотрите их в порошок вся надежда на что любую миллядию и неожиданно в вас стреляют и даже попадают щиты какие-то есть конечно на выкинул ты наблюдаешь как просто вспышка спаренного лазерного из взлетается ваше защитное поле они ничтожны он говорит огонь батарея огонь батальон попробуем на связь еще раз вызвать их включается картинка огромного рыжего мужика его лицо не помещается в камеру везде торчат волосы рыжий волос морг мороз синие боевая раскраска на лице там какие-то черепах и орет на гортанами плюется в экран там все в слюнях зубы гневые показывает свои умная машина умеет переводить я просто прошу есть у нас да есть но нужно знать как его завести там большой там слишком занят управление корабля чтобы заниматься ерундой витс 4 20 все-таки чего нет почему она завести тех а ну да ты прав один тех да давай ну что сама догадается потому что чем упал и тут я такой умение техники компьютера 5 ну ты снова попадаешь поэтому брось 7 до 6 достаточно что вы ничего страшного абсолютно поцарапали его поцарапали в общем вы наблюдаете моргнул его защитный поле исчезло 11 я хочу произвести впечатление в этом делаю давай я хочу первых сил я реагирую на эту же морду меня наполняет светская ярость понимаешь я хочу скачить перед кайта микрофон громкость бесполезно когда леди вопит видна что рейдер на том что лишился щита совершенно точно не собирается отступать поэтому капитан сяшко вздыхает и говорит огонь я санкционирую его я санкционирую его то есть капитан это рейдеры они выбили себя за границы имперского закона и корабль в улдроки отказываются от света слушай ну понятно что это сволочь выкидывает единичку хорошо что это не крит на счастье болтар близко в общем из ваших на ваших кораблях 40 леталити было когда его и впаял в них на 12 пошли пробует есть пробить и смотри одно дело что понятно они не на стороне закона тем более имперского императорского как сказать но другое дело какой-то левый корабль грабануть но одно дело а другое дело какой шишака пристрелить что-то рейдерами плевать вообще прямо не знаю будут и не понимают ничего законах понятия повреждение двигатель сбой отказ на централе сбой отказ отказ повреждения ты видишь гирлянду капитан начинает истерить уничтожьте она она идет саша 8 до 6 7 из 8 ты попал и достаточно бесполезно и в каюте брик фрику быстро кормят пока не видит кого кормит брик кормит фрик а а слушай а у пиратов нет случайно какого закона типа на потребовать переговоры или что-то такое не обычно берут пленных и там обычно зарежут они никаких уловок типа белого флага требования переговоров то что такое рейдер они или в рамках видео ну это викидли они не берут пленных в этот момент меткий залп вашей специалисты с широким профилем вылетает в эту штуку бам но но вы не конечно не уничтожает нужно постараться чтобы раздолбать даже маленький этот тем более у нового как бы классом то повыше будет чем исследователь значит во первых в яркой вспышке исчезает все его прекрасная спарка оружие арсенал весь артиллерии и прочее во вторых улетает вставлю гейлерона лонжерон на левой стороне пробить и пробить и и кусок корпуса видеть вогнутые шпангоут и рангоут и все это там и люди вылетают в космос очень весело много людей рыжих белых бледно полволосых все это летит в космос потому что они спаркландеры не носят на корабле и высадь тоже да и это вот штуковина опять же звездные войны свободные контролируемые куда-то там пока он там не научится разбираться с вами стабилизаторы трех у него нету опять же нету маневров движков нету это в общем будет долго лететь а у нас видео собрала вас конечно никак не показываю эту морду здесь обрывается порядке билетель скажи мне это был твой зал я уверен что твой тебе придется подарить ей какую-нибудь я награжу тебя за это защитить вас у меня не работают некоторые дачи скажите есть ли визуальная картинка наше повреждение что вы видите так у тебя же есть и прочее даже можешь оценить масштаб бедствия давайте я до вас шутка да ты нет вы корабли она сидит в куполе который на обшивке корабля 15 вас не работает визуальная сканера в сумме скажи мне тех редэмшн и тех 5 плохой тех редэмшн у меня тех 4 редэмшн 1 а вот а механика считается ну конечно есть тех редэмшн и механика ага тогда тогда мне 9 первичный механик 15 из 9 ты не можешь понять точно ты предполагаешь что совершенно плохой знак когда твой корабль летит за ним устрелите только огненный шлейф так не должно что-то утекает так и что ты не очень хорошо что с другой стороны утечка водорода поэтому у нас течь капитан это понятно и самому понять огонь и зада только так клещет ты столько питал становится одновременно бледный желтый и очень дорожающий смотр на себя я думаю но я советую вам на секс пожарный подойти к вашему к сону капсуле позже мы а может быть в близости есть что-нибудь где мы могли бы отремонтироваться конечно конечно пространство развалина а думаю уже почти приехали почти это дронгстазма но мы приближаемся но на всякий пожарный я рекомендую вам пока я займусь утечкой минорными повреждениями машина для сладостей может быть мое украшение у меня сегодня поместится мои плоти воспользуйтесь а я услышал о том что у нас горит у меня неплохая механика могу понять о чем я думал ты можете сожжать 12 на то специалист жюри ридер или 21 пока все это истерика происходит ты просто бодро чипаешь то есть я я подошел бы умный я делал скопал дарисменты взял инструменты взял пробоину видишь там начали ты удивлен почему такой низкий уровень декомпрессии потом ты понимаешь что просто дырку заткнуло одно из тел тел матросов и сейчас его внутренности вентилируется космос такой флаж гарика я тебе теорию нычу жалко просто запечатываешь поврежденный отсек запечатываешь это и начинаешь чинить все печально бывают такие попадания которые на первый взгляд страшно летальными но умудряются снести массу бессмысленного внутреннего урона в частности у вас погибла ваша водородная установка ближайшее время ваш корабль станет непригодным для существования без скафандров конечно доктор я вижу вы уже граждан на сети когда я пошел я уже тяню у меня надеюсь царский скафандр с грана стаями с этими алмазами ворюликами рубинами там этот герб декадос богомол богомол именно поэтому ты откусываешься в голову я удивлен что он не выходил на связь перестал на свои места в общем капсула не пригодилась но это были самые напряженные два часа вашей жизни вы то сидели то потели свет включался выключался температура скакала вверх назад в твоем хай-течном скафандре постоянно там куча всяких данных сообщений то есть там то юсби не обнаружен то твой любимый трек пропал из плейлиста при этом сворода мало священник молиться начал от ужаса просто просто мрак и безнадёбие еще бубнешь его там еще не скучно стало включила амиститские боевые гимны процессе о великий суп на риге сразу того на радостнее жить и странствовать там начать на мостик теперь из трефандров не выходить до конца путешествия мы с вами почти прибыли заметь все это время кормить миллион автопилоте потому что экипаж то и морю хорош корабль личный рейдер привет из времен второй республики когда они еще умели делать корабли не то что вот из которых которые во штуке раз в тысячу лет выпекают а там входящий сигнал закодированный приглашает тебя говорит что я прошу тебя и внезапно тебя откуда идет поступает не могу запрещать но предполагаешь такой информационный бакен пытается с нами связаться приходишь на мастер в тресле капитан в тресле и в тресле и устрои стоишь это большой консоль коммуникаторов плавающий сигнал отца нужно кольцо и соответственно и требуется религиозная какая-то статусом не ниже околита послушник все дружно прикладывать так точно килограмм видите милое дружелюбное лицо человека в черном капюшоне скрытое лицо мелкие оспинки постоянно воздействия ожогов и химического пламени вот классический просто инквизитора вестит фанатичные безумные глаза везде иконы там еще крест на обувь вырезан все типично и канонично осматривает вас это автоматическое послание меня зовут инквизитор игариус вы пребываете запрещенную систему планета ибрис находится вне границ и законом и данным вне властью мандатом святой православной церкви она выведена из имперского списка планет и является запрещенной попытка совершить на нее посадку или предприятие какие-то действия будет караться по всей строгости вы лично понесете наказание и ответ перед советом а веститов вы были предупреждены то есть оборвается всегда при этом ведь брата вестит до я не уехал что-то она за согласно словам не визитерского круга планета ивлес вокруг который болтается ваша чудесная станция развален состав интервью или состава империи и по словам инквизитора не к планете а на самом деле что по словам инквизитора а на самом деле и на самом деле раз инквизитор запретила значит она запретила все ты можешь пройти давно если не боишься навлечь на себя гнев повестит эти ребята и за меньшую говорю тогда нам нужно обратиться к бюрократической машине нам нужно выйти на связь с окладом которых нас сюда это направил и либо какой-то от него разрешение должно быть у нас на посадку либо отбой по операции так станции не на планете станция в просмосе на планету нельзя садиться господи у нас там и близ и близ я понимаю я думал на все что в этой системе нельзя садиться планету он запомнил планету это не страшно пока что соответственно вы видите в большая красивая сине-белая планета на самом деле в сфере нету то и толку никакой ничего нету 7 планет солнечной системе местное светило нормальная то есть никаких там багрово зловещих глаз ровущих пространство обычный планет как планета ничего особенного и возле нее вы поливающих координатах засекаете развалину представьте себе ну это небольшая станция на самом деле она размером где-то с хорошим космический трейсер то есть где-то может быть метр метров триста в длину это самый хороший день упичкана и напичкана всевозможными следящими средствами коммуникации погрузка-разгрузка это по сути станции слежения и наблюдения я пытаюсь связаться с ними серийный номер такой-то какой-то связывается запрашивать станция развалена ответьте мне тишина саш при помощи машинки я могу посмотреть ну даже что тип бинокля работать у них связь нет ли поломок у станции воли побитой жизни но не пробоин там ни пожаров не пристыковавшись рейдеров не окрабли есть я вешу оттуда эти должны быть капсулы все есть окрабление от ни одного станция улице целый и не поврежден у нас есть как нас вообще оборудованный корабль кит сканера что-то я вот что продумала а не может ли этот внезапный флагоносный сейчас как выплатит из луны это может и на так вот зайти на нас как ты зима после рейдеры то это был бы хороший план проверить да и в этот момент ваш бравый пилот рик выкинуть двадцатку на пилотировку резкое ускорение я тут испортился вывесите нау я не знаю почему но я хочу втопить педали и он это делает в общем еще восемнадцатом в общем вы сносите кусок станции протараниваете вот он там есть атмосферы вместе с ворот все это уже нет и оживает интерком и какого вы творите идиотские куски отродье сущевыми вам всем в жало ты видишь лицо человека я никого он просто вопит да конечно кто какого не ходит здесь идиоты безмозглые тупые что с вами ты кто девочки уйди с экрана взрослые есть с кем поговорить кто здесь девочка вы протаранили мою станцию вашу мать кретины я сейчас помогу не открою представьтесь а разговариваете майор имперского флота я из гульченков дальше что примите как положено высокопоставленные примите вы протаранили мою станцию мы самодражники у меня тут на связи висит тропа брать я сейчас разберусь с вами блин корабль наш неисправен примите и почините примите и почините будем свои починить отключается вот заодно выяснить что связь все таки нет мы все познакомились если у него на связи крыло боевых братьев значит что-то там очень плохо все все очень плохо значит у них но почему они молчали потому что срочно и ну да брось пожалуйста брось пожалуйста и скажи мне какая какая у тебя что там упал без вариантов краешку нормально пока что что там у тебя за мужем было ты 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 бросай ты бросай ты бросай а я с кем-то дерусь у меня пистолет и бромеч ну ты бросай там разберемся да ёшкин матрёшки да это какой он кулаку значит ты понимаешь точнее так все понятно Рик взял провокатор поэтому ты просто вытаскиваешь пистолет и модно стреляешь его в кролову не а че ты 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 отдавайся расстрастиан ты а ну это рап ну мне надо кого-то шмальнуть можно быть виноват и вот тем более это жизнь по его вине произошла это были не мы и так щаук щаук вспоминаешь что твое оружие запечатано чтобы не дай бог не выстрелить в космосе пробитая обшивка и смерть он сразу просто падает на пол и начинает там как это пила я такой простите 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 смерть вина да да не знаю что делать связывать с твой он он это вина побольше саш я иду обратно чинить не надо ты тоже чинишься там тун-тун-тун тун-тун я академик я медик а не механик тун-тун-тун все равно на одну букву начинается по личным головам я тоже на это не подписывался кто это искал тун-тун конечно мари пока леди истерит я ей по связи заговариваю зубы про то что вы прекраснейшая всемилистом в общем ты занят тем что пинаешь этого несчастного рифа если вы хотите его убить то проткните его мечом потому что лучше это чем стрелять потому что править обшивку и мы все погибнем миледи вино уже на подходе я уже несу мари что там вышло еще раз смотри да ты сдержалась я вижу что у тебя очень плохие модификаторы потому что во первых ты нобель какой-то ам из-за него во первых тебя осторбили из-за него чуть не погибли у тебя нет оснований щадить его ты просто держишься я не знаю почему мне троечку надо взять тебе в руки мне кажется меня только это выносит сейчас пока я тебя в этом толще у тебя прям вот вообще ты хочешь из него вывернуть его наизнанку но его нужно наказать однозначно за это серьезное упущение ты доверил ему быть вторым пилотом на твоем рейдере и он так поклепит да нехорошо вообще нехорошо что-то я думал предложить но что-то как-то не хочу мне же это делать и ты приносишь ей много вина предложи миледи кастрировать его хотя бы жизнь оставить самое лучшее вино для самой лучшей леди ты можешь дать ей нейрохлыст чтобы она высветла его и вот такое вот я думаю это буду делать не я не знаю может ты хочешь лично твоей репутацией пострадал миледи хотите хлысты я такие вещи в руках не держу но я бы на это посмотрел отличная идея кого наградить за это а может быть вы хотите проделать это на станции все да игры потом нужно дойти до этого крикливого и разобраться с ним что за поведение вообще не понимаю почему нас погнали сюда все нормально у них со связью все наши наши связь с автономией есть или ну с адмиралом лорд адмиралом нет лорд адмирал который всегда послал с флотом нет конечно нет мы проследили через врата мы проследили через врата поговорили с флотом полетели дальше все конец истории даже не принял вас там не угостил как положено там поляну накрыл десны не поцеловал там ничего не сделал вообще одним словом хоккуд кто быть таким хоккудом подожди а у нас нам дали что-нибудь что есть ли какой-то документ с этим заданием что мы его выполняем конечно у нас в компьютер все видеозаписи должно быть не забывайте что у вас двоих имперской харти ты баронесса целая у тебя у меня у тебя знак когорт просто здоровый работорговец бывший наемник любитель БДСМ ну не в отношении себя конечно профессионала я попросила действительно тоже любитель отрезать вы стыкуете со станцией станции куда-то не подлетаете вообще крох примерно как и ваш корабль она больше забита всякими запчастями полезными бесполезными ресурсами вы видите уже по обшивке ползают товарищи также видите один из доков занят к его пристыковано что-то типа шаттла видно что он очень плотно поврежден и не забывайте что империя тоже не любит перерабатывать и трудиться поэтому они вахтенным методом над ним работают по вашим прикидкам еще где-то примерно там от двух тысяч до восьми человек часов работы а что может быть через пару месяцев они закончат узнаем как вы состыковались кто-то знаете нервничает у него тут под боком бухло нейрохлыст агрессивная мадам двадцатых тут никакой дипломатии не хватит мы отъявляем эту станцию наше владение эту станцию наш личный враг где вы там в шлюзе иду к вам где там я это просто самая классическая история с валютом и вылетом была у меня партия по-моему по-моему в общем не суть он выкидывает двадцатку но минимальный урон просто вы просто не вписываетесь в док вместо того чтобы попасть в дельфирующее поле и в клешню вы проходите чуть выше условно говоря и весело снося в клешню мы все-таки попали так вот также оставляя все ваши антенны купол турели вот этой вот сверху которые все сносят фигам просто срезается империя решилась док а вы пристыковались ура саш я не пострадал я там как бы работал ну ты же не на вшивке работал в помещении работал я им что заделывал если бы ты был на вшивке ты бы умер в ускорении я предполагал что умнее чем вязать на вшивку при ускорении тем более маневрах остановились там приехали да капитан мы заметили он говорит это все проклятый раб повредил систему управления его некомпетентное вождение плохо сказалось на систему управления я надеюсь вы учтете это будет наказывать есть какая-нибудь клетка конечно брик назови у тебя есть кто этим занимается брик здоровый раб ну чтобы он его отвел да увести не ты называешь брик спать у нее что-то типа комис евнухом мажордомы нянечки и фрикенбург брик сюда бегом ну опять отец почему еще прибежал на ваш мостик так этого в клетку в мелкую чтобы сидел скрючившись ну короче а устал профилактически допрыгался к земле достаточно сложные запутанные отношения брик хорошо относится к фрику но фрик хорошо относится к рику а рик никому не симпатизирует вот 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 там и допрыгался ну в общем да этот фрик его и радостно тащит а наша темная лошадка ты правда хочешь узнать об этом чтобы я это сказал есть таблички рандомные извращения делают фрик свободы от работы времени это поинтересно упражнение кекеля работает над собой молодой человек упокой уж эти затейненькие хокуды началось с того что это вы ему промыли мозги там от хокудов ничего не осталось не надо не надо какой-то там поместный третий сын пятого лорда но это гнилая кровь пробудилась конечно так капитан вызывает тебя на помощь вы вдвоем если бы вы стыковались нормально то был бы мостик он соединился бы со шлюзом вы бы прошли по нему и все такое проблема в том что вы оказались выше мостика а все коммуникации уничтожены поэтому к вам пробрасывает аварийный трап а вы встречаете технику и вы заняты тем что вы соединяете их муфту со своей вот эту там наладили делать ну сделали допустим сейчас время ушел к это время наконец-то корабль подхватили две клешни и все-таки его выровняли полагается ну вы спрашиваете сколько успешных бросков понадобилось чтобы это сделать но они смогли и одеваешься в парадной шмотке вы приехали на станцию здрасьте я думаю я заблоковременно об этом позабочусь миледи я помогу вам пускай скафандр давайте да да миледи мне идти с вами или остаться на корабле конечно идти с нами и надеваю халат очки свои и пистоль прапрапрапрадедовский я бы не брал оружие на станцию или запечатал его конструкция не позволяет его запечатать это технически вообще оружие огнестрельное лучевое запрещено да поэтому беру с собой вибромеч а тут нет пуль он говорит если не дай бог что-нибудь случится ну ладно с тобой мы все погибнем угу вы выходите в шлюз двери открываются вы проходите через перемычку я пойду к последней компрессии компрессия ну конечно первые наши первые лица открываются не леди и против очень 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 грязное место очень плохое место пылино тесно значит пуль не опушите конечно вот вы естественно без скафандра потому что зачем вам скафандры да вот торчат какие-то блоки торчат штуки темные провода представьте себе корабль из чужих это вот оно блоки провода какие-то пучки свисают с этого что-то вам капает на голову кап-кап-кап-кап раз вспышка прошла электрическая и вас встречает свадкая парочка естественно у нас же есть эти документы с собой да бравый бравый капитан и за ним стоит здоровый огромный мужик где-то на уровне твоего друга и недобро смотрит на вас там как полагается вытягивается пастронышки щелкать а медную часть че это у нас за перемену такие а в смысле наш капитан нет капитан капитан станции на церемонии никто не отменял чем обязан столь высокий визит капитан нас направил к вам дарьян хок вот вы не выходили на связь долгое время мы уже было думали страшное вкус я так понимаю что и он тоже я проход куда хорошо я предлагаю обсудить это в моей каюте за кружечкой привираемся за кружечкой сегодня будет хорошо ну во штукнике мы поставим как компания да конечно это мои приближенные имена у них есть представьтесь я забыл я забыл легата календиметриус вы братьев и вы не в курсе да мой личный брат святой человек григория да посвященный личный врач бронес подглавлив наджеда хаким сержант битве кастин на знакомом ваше лицо не видел ли я вас здесь несколько лет тому назад кажется видел возможно сэр не могу ваше ваше лицо мне они были служили нам униеносном на пентотехе кажется пять лет назад это я помню конечно сур и этот капитан ты прекрасно знаешь он тебя под дисциплинарку отправил в это и чуть под расстрел если бы ты не получил травму ноги во время эпического отражения наступления этих самых госпиталятов лодров то тогда бы ты под трибунал уехал а просто хочешь ли ты пробуждать в нем эти добрые воспоминания не могу сказать сэр дело в том что часть памяти у меня пропала поэтому а я вижу вы гильдии техник импланты у вас стоят импланты будьте осторожны у меня адъютант сошел с ума по натыпку все имплантов каких-то ужас вообще превратился в машину убийства много народу потеряли у нас очень серьезная нехватка персонала можно сказать мы недоукомплектованы позвольте выразить вам мое искреннее сочувствие капитан я удивлен честно у меня были другие представления о доме декадус простите ну ну так в учебниках истории как ваш дом описан не в самых лучших тонах но кто писал эти учебники ну что ж позвольте мне угостить вас чем-нибудь пойдемте пойдемте я еще не запомнила я только первые 3 часа когда кажется еще маленький декад это в скидох ну я не потеряла боевой брат помогите импресс благодарства имидс так я подозреваю поразируя свои болтовни в нашем случае чарм типа или чарм там сейчас тоже у тебя нет атрибут и навык персепси под это подходит в общем достался очень тесно и плотно и первое слово очень жарко воздух пропитан потом и запахом постоянно горящего пластика электричества провода с полохи вот эти вот вы очень быстро все вспотели вас он вновь поступает влажность просто феерическая неприятно он вас завлекает свои апартаменты и располагает вас ах если бы завлекал саша это конечно очень глубокое предположение но бьет там какая нужна температура чтобы им было проще они очень любят джунгли тепло и но кают у него естественно тесная поэтому набили что опять же в лучших традициях сильнее в бочке он отсылает парня можете быть свободно сержант посмотрим только него на вас посмотрел но вы видите он покрыт всевозможными татуировками и понятно что это непростой солдатик вы садитесь он лезет в шкаф и достает что-то надеюсь вы ничего не имеете против пинтотекской бренди имеете в момент службы что мы имеете вам и не предлагаю прошу прощения у меня язва желудки не могу пить пока что леди ну даже не предпочитать спросил этих несчастных извините голова память я пока в завязке я знаю что алкоголь лечит ну ладно ну может останется просит профессиональный военный алкоголик залпом отлюбивает ну бренди неплохой то есть хуже чем потому что привыкла но лучше чем то что можно найти на большинстве военных баз и станций тем более это правильно скажем дырека этот иблис то есть они даже в аду нашли пятую точку где ничего не происходит талант да второе описание после клаустрофобита тоска и скука ну что же капитан ну не томите что же случилось у вас ничего ну вы знаете что-нибудь про луну нашу иблис кто вообще не знает она запрещена и закрыта инквизицией да узнали недавно где-то несколько месяцев назад кто-то начал распространять слухи о том что на этой луне находится какое-то супер потрясающее сокровище поскольку мы все совершенно точно не заинтересованы в том чтобы нас ммм заклеймили скажем так волшебной инфекцией ну там сенной инфекцией мы уведомили об этом естественно церковь они присылали сюда наверное вы видели бакин они высадились на поверхность часть из них вернулась часть из них не вернулась также выяснилось что когда они совершали выступ на планету cockroach потому что мы откажем и здесь ок Ну вот, у них произошла перестрелка, и они сожгли вот этого рейдера на орбите, потом этот бедолага, видимо, пытался удрать оттуда, и они его вначале сожгли, а потом забыли допросить, как обычно. И мы его шат учиним, потому что девать его некуда, ему он не нужен, нам он, ну, может быть, пригодится, шиш его знает. И, собственно, инквизиция нам приказала хранить радиомолчание. У нас есть вот мандат, и дает тебе завернутую печать. Ла-ла-ла, высокие распоряжения, патриарха церкви, податель всего, обладает полнополномочиями. В общем, они, называется, запечатать уста обетом молчания. Он говорит, пока я нахожусь под этими приказами, мы вынуждены хранить радиомолчание до тех пор, пока вы не протаранили мою прекрасную станцию, лишив ее ряда запасов ценных ресурсов, ремкомплектов и прочих полезных вещей. Вот так же припасов. Наливайте пищу и семена. Капитан, так жаль, так жаль, что ваша станция пострадала из-за нас. Вы поймите, нас атаковали в пути. Нас атаковали? Счастные, рожебороды, слюни. Надеюсь, вы показали им мощь имперского оружия? Конечно, конечно. Лучше, чем мои станции, надеюсь. Что я могу сказать? Ну, и сами, ну, как видите, понесли потери по корпусу. Ну, разум, что ли, да, натянули вообще немного. Вы, может быть, сможете оказать нам поддержку, нам... И улететь-то теперь не на чем? Конечно, сомненно. А мы бы Хокутом передали, что у вас все в порядке, что вы здесь самые главные и самые умные, и вы руководите всей операцией, и у вас все под контролем абсолютно. Все под контролем. И чтобы Хокут не волновался, он наверняка вас наградит вообще за это. Мышь в машине поточится. Вот только дайте команде распоряжение, чтобы нас починили. Прошу вас, чем быстрее нас починят, вот прямо сейчас дайте. Прошу вас, чем быстрее нас починят, вот прямо сейчас дайте. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Я хочу пока смотреть. Отлично, ты понимаешь, что все это время он разговаривал с настольной лампой. Стой. Стой. Прошу вас. У меня здесь есть все... Прошу вас. У него лучший в традиции профессионального военного просто ложится спать. Ты хочешь его пытать? Зачем? Я вспугался немного. Обшуманальца. Какие у него там ещё мандаты есть? За мандатами? Саша, дайвку можно? Литилизма нет. Пока он учил пинетик, я хотел осмотреть на камеры, слежку. Ничего нет. У него очень спартанская каюта, то есть кровать, шкафчик, стол. На 100 литрах оббухали портрет капитана, рядом с ним портрет какой-то девицы. А можно кинуть ловкость рук и никакого мошенничества на поиск потаённых отсеков? А я хочу ответься к вам брату разговором, чтобы он не так впялился на леди. Какая-то барышня. Десяточка. Барышня, у меня же есть фотография, ну это фото. Снять. Во всякий случай. Выросло четвёртое. Выкинь молодёйся. Молодец. Ну нет ничего интересного. У двери встать на всякий случай, если вдруг кто подойдёт. Святой брат, а вы знаете вообще, насколько часто такое происходит? Такое это какое? Ну запечатывание. Барышня. Они ФСР после пяти кружек брензи. Саша, можно вопрос? Я про другую. Тут браки заключают в этом мире. Конечно. Так же кольца. Ну он помолвлен. Не женатый, а именно помолвка. Ну барышня на фото очень дорого одета. У неё как поваляется в праздничной лете, волосы типа рамулина уложены. А если дорого, может я её знаю? Да, Герк. У тебя же есть знание. Знание. Восемь. Молодец. Ты конечно знаешь её. Ну это Лвинет. Короче... Чей дом? Угадайте с трёх раз, если она знает, что за дом. Хо-хо-хо. Кто что ещё? Планета тоже. Ах, она из этих. Ах, так не он. Из этих. Диана Уинтер её зовут. И это один из геленных лордов Хохрудов. Но Гвинет это достаточно рыбное место, что-то типа в дюне Каладана. То есть, океаны, моря, экспортеры воды, всяких растений. Океаны как они? Гвинтер. Угу. Планета Гвинет называется. Угу. Это такая, знаете... Ну всё, что ты знаешь про род Винтеров, это то, что они лояльные. Они там... Ты можешь доверить им что-нибудь, они будут охранять это, там, победного конца. Могли бы стать кем-то больше, но и не стали. Предпочли бы находиться вот... Лучше сохранить своё кусок, чем во все эти интриги лезть. Что-то типа мажордомов и стюардов Хохрудов. Это одна из бесконечных дочек. Они там как кролики плодятся. Ну, климат планеты и вообще там... Постараль сельские деревья, заливные луга, там всё такое. Ну, как располагают невинным развлечением на ужейке. А фотокарточка это голограмма или... Нет, это прям бумажная фотокарточка вставленная. А в рамке что-нибудь есть? В рамке что-нибудь есть? Ты открываешь её, и ты понимаешь, там вложено локонное. Ты не такая тварь, конечно. Вот я нет, а вот не леди. Ну, а равно на вас всё же как-никак. Предлагаешь мне сжечь волосы? Ну, нет, вы что? Просто показываю, что есть такая возможность. Так. Да. Дашь глядократус. Ты знаешь, я на них работаю. Несколько лет. Я знаю. Ты не знаешь, что знаю я. А, абсолютно точно не знаю. Ну куда, что ли? А что если... В этот момент просто тихо. И дверь приоткрывается. Видите, в неё заглядывает какой-то чувачок. Смотрит на вас. Ой! Постойте. А что вы говорите? Капитан опять устал. Простите, а кто вы? Меня зовут Джеймс Джеймсон Третий. Я пытаюсь по погодам должность прочитать. Объедел – это не устал. Лейтенант. По стрессу командира. А что за стресс? Тяжелый. Простите вас, покинуть его каюту. Мы как раз искали правожатого. Мы не знаем, куда идти. Улыбается. Он такой, знаете, какой-то... Такой лесоватого вида товарища, что-то. Выщерстанное лица, зачувствование волоса, весь такой. Пойдёмте. Я говорю, был бы неплохо илыбайся в ответ. Смотр на себя. Джелла! Дитя моё! А тут что делаешь в компании этих прохвостов? А-а-а! Сколько лет, сколько дел. А-а-а! Ничего не помнишь, да? Знакомец. Видимо, да. Я тут... Конечно, мы вместе в католажке с ней мотали срок. Когда она сидела за размонтывание государственных средств. Ну, так сказать. А ты всё вместе сидела. Ну, это вот сразу на губе, на самом деле. Да. Джелла! Что с тобой, милочка? Вот нашла. Действительно великого человека, с которым приятно работать. Это... Миледи. Миледи. Что ж, ваша давняя знакомая... О, вы прекрасные друзья с ней. ...решила вступить на путь истинный и праведный. И служить теперь послу Эрии. Так что прошу вас ваши воспоминания оставить при себе. А я уже знал, как мы с ней попали в баю. При себе! Прошу вас оставить. Ну, не скажи потом. Пойдёмся. Я вижу, вы подоскучались. Возможно, я вижу даму тончённое. Я может предложить вам что-то более интересное. Дружеская помощь никогда не бывает лично, не так ли? Я могу достать, если вам что-то нужно. Тем временем у вас методично всех выводят из Таюта. Ага. Можете брось с ней до 20-го техники. Большая техника и... Механизмы. А я хочу прочитать мысли. Давай. Потрать один сама знаешь чего. Рассказывай, как ты делаешь. Ты списываешься в вертпоинт. Ага. Ага. Что ты делаешь? Так. Девять из десяти. Не, я считаю, сколько. Ага. Угу. Пошёл. Получил в Питак, который начал проходить проверки. Посмотреть на него. Ну да. Просто я капитил. И бросаю, что там у тебя просто. Вообще-то так. Ну давай. И плюс это у него Пси. Верно? Ну да, траты про 15. Плохо. Пронзаешь его мысли. Ну, если тебя интересует казуальный контент XXX, с Дженой главная роль, то ты его только что увидел. Ага. У меня просто, если честно, возникло ощущение, что он пытается нас отвлечь и утащить куда? Он видит в вас потенциальную добычу. То есть простота хуже драчка? Нет, он не простой, совершенно точно. Ага. Но он что-то типа теневого брокера. А иди достань, привези запретное, незапретное. Причем он не работает на гильзе, он просто доставайка. Это я почувствовала из разговора. Я пытаюсь понять, где он хочет нас. Как обычно, он хочет вам продать дорожную дерьмо подешевле. То есть у него очень высокие цены, но товар хороший. То есть он что думает, то и говорит. У него скрытых мыслей, никаких задумок нет. Ну ты видишь, какой-то у него есть страх, и ты видишь, да, страх проскакивает. Он чего-то боится, но это не связано с вами. Картинки нет? Ты не поверишь, но она есть. Какая-то визуализация. Какая-то девочка. Понимаешь, это молодая женщина, она одета в форме, естественно, флота, но мичман обычный. Вот светлые волосы, и она бежит к нему по коридору, и он прям очень явно рад ей. И потом какая-то вот эта темнота, тоска и неожиданный шепот в голове. Разобрать реально? Техника, Саша. А, да, конечно, у него декодер. Электронные отмычки. Собственно, как он зашел сюда. Я смотрю, у лейтенантов теперь декодеры дали. Я просто слежу за здоровьем моего командира. Иногда, скажем так, он ночует не совсем приятно в местах, и чтобы он не пострадал, я отраспал. А что же с ним такое произошло? Да. Что он ночует в разных местах? Ну так. Тебе, мол, сосед со симбионтами, да? Смотри, вот так вот. Симбионты, мандат инквизиторский, прочие моменты. Какие прочие? Ну тут скучно, тихо. Чего тут бояться? Видишь, у тебя прям капли пота по лесу. На пол. Святой отец. В очень тесном коридоре происходит он. Бояться? Ну просто... Кстати, познакомьтесь, боевой брат. Знаешь, если бы он не заметил по его вирусу... Я знаю. Буквально на лбу написано. На лбу написано, действительно. Димитриус. А, речь не в этом. А, я признаю, что... Ладно, давай, дружище, порадуй нас новостями, а? Да, никто не следит, случаю, смотрю так. Сзади, спереди. Мишем разговором. Ты можешь спросить его про девочку. Я хочу посмотреть коридоры здесь такие же, как девочка, где бежала. Очень тесные, узкие. Я... Я не хочу пока палиться, что я в курсе. Ага. Ага. Да. Происходит странные вещи. Кто? Я не знаю, как это объяснить. Ты просто расскажи. Объяснить бог с ним с объяснением. Саш, не сидит ли за нами кто-то? Я хочу увидеть за его спиной с один из. Вдруг кто-то послушает. Персепшн и обзор. Я обожаю этот дайс. Я сломаю этот дайс. Шесть. Ну, я выкинул пять, а шесть на это... Носи при тебе, не давай его отщупать, Саша. Я сейчас пощупаю. Вдруг я отщупать? Пощупал за дайсы. Он иногда выкидывает его сад. Ты видишь в дальнем конце коридора, откуда вы пришли, как, подобно тому, как трудник-псеноморф прячется в логове своей литра левую, стоит вот этот здоровый мужик, который... Ну, так. Стоит в углублении, и всё, что я выдал, это сигаретки. Ну, он от себя где-то получается метров двадцати. Курить. Ого. А за нами, оказывается, смотрит наш... А как там мы омеледии звали этого здоровяка? Он там стоит. Представился. Он на нас смотрит, курит. Курение вредит здоровью. А-а-а. Я, кстати, говорю довольно тихо. Видите, слышит это? Джеймс, я думаю, нам нужно пройти в более спокойное место. Так что, может быть, вы нам покажете, что у вас тут потом предложить? Да, пойдёмте. Я говорю, я нарочито, громко. Да, пойдёмте. Ой, надеюсь, у вас есть меховые монто. Монто, у меня мои совершенно задохнулись на этой консервной банке. Конечно. И холодильник для шуб тоже есть хороший. А-а-а. Вы знаете, эта модель X03 так часто сбоит. Вся аристократия пользуется. И я смогу вам помочь. Быстрее же, быстрее. Так не терпится приверить. Ну, не понимаешь, что случилось. Пойдёмте. Я же ему сказал, место поспокойнее сначала. Уйдёте. Врат мой, я не испуглёк, но у меня уже поспотело. Можете пойти сзади, пожалуйста. На что не намекаю, но... Врат мой. Зачем была последняя фраза? Выкинь мыслепорочные из головы своей. Чада божья. У меня связь. И мне придётся выбить их. При помощи силы до плетей. И волосиницы. Святой отец, вы правы как никогда. Святой отец, вы правы как никогда. Святой отец, вы правы. Ты кишал? Он попросил вас идти последним. Вы приходите, проходите свою компанию, какие-то помещения там. Творится всякая дичь. Легаю везде здесь. Лужа на полу. Сад капает. Вы потеете. Угу. Вот. Проходите мимо. Док, где второй шатого висит. Проходите, идёте дальше. И ты мне вращаешь до двадцати. Чёрт, я там хотел поговорить. Вращаешь? Вращаешь. Спасибо. На каком языке я бы говорил. Ры. Ну, ты молодец. Ты проходишь вперёд, идёшь, 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 идёшь. И вдруг ты чувствуешь, как ты глядишь. Пси-рука хватает тебя. Холодная такая пси-рука. Пульт ружается тебе в основании черепа. Так. Угу. Твой мозг. Кто-то меня трогает. Ментально. Все мозги. Как же я могу от этого сбиться? Ну, ты почувствовал, да. Бросайся до двадцати. У тебя нет ни одной боевой дисциплины. Пси и что у тебя там? Эго самая большая. Ну, для пси эго обычно. Или экстраверта. Я не знаю. Я отвечаю больше у неё. Да всё про три у меня в спирте. Три-три. Итого шесть. Видай. Семь. А в сумме шесть. У меня шесть, да. И что-то. Кто-то что-то вытащил с твоей головы и растворился в закате. Тебя только что спёрли что-то. Типа я что-то не вспомню или что-то? Неизвестно. Жизнь. Боже. Плохой сеттинг. Все там уж не играют. Блять. Что-то. Произошло. Смотри. Смотри. Логаут. Похоже. Кто-то. Потом скажу. Я не хочу при Джеймсе. Он вас затаскивает в узкую комнатушку. Что-то из серии склад распределительных приборов номер двенадцать. И вы видите там вполне симпатично. Что-то типа перевёрнутый контейнер. На нём доска. Несколько стульев явно стыренных из кантинных. Я здесь по грустому. Успокойтесь. Я хочу подойти к Джеймсу поближе. Так сказать нарушить его зону комфортно. Мягкими движениями вот этим вот. Взять его руки и сказать. Джеймс. Я вижу вы чем-то очень обеспокоены. Я пытаюсь его заболтать. Импрос. А заболтать его пытаешься? Скажи что лучше. Я сейчас расскажу заявку. Как будто вы потеряли кого-то из близких. Вы страдаете. Скажите. Вы мне можете доверять. Я вам помогу. Я влиятельный человек. Я в мате. Нет у меня эмпатии никакой. Я знаю. Бросайся. Откуда у тебя градусов эмпатии? Что это такое? Чарль наверное. Чарль или заболтать? Ну это точно не. Чарль? Давай. Что у тебя Чарль? Чи. Мистри я помню. Четыре. Три. Зверг. Я зверг. Ты не таких раскалывал. Ты просто берешь его в ментальные клещи. Иди кое-что. Ну он тоже. Я думаю если вы прибыли то вы знаете. У нас происходит на станции странная вещь. Три. Три. Три.